Всем привет, кто смотрит это на Гудгейме, с вами Мэджик, я сейчас буду брать интервью у приглашенного англоязычного кастера Рапида, его зовут Рид Милтон, он живет и работает в Корее на таких престижных лигах, как КСЛ, АСЛ и других турнирах по разным играм, об этом мы поговорим чуточку попозже, но начнем мы со стандартного приветствия. Мы очень рады, что вас здесь, спасибо за просмотр и поговорим с начала. Простите себя, какой год, какой имя, какой имя, какой имя и как долго ты был кастинг в Сайберспорте? Меня зовут Рид Милтон, я из Далласа, Тексаса, Америка и я сейчас 29 лет и я кастинг в Сайберспорте уже 7-8 лет. Я думаю, до этого момента, да. Ему 29 лет, он из Техаса, его зовут Рид Милтон, я тоже сказал. Он уже 8-9 лет занимается кастом, комментированием киберспортивных дисциплин и, соответственно, вот такие вот дела. Окей, первые впечатления о России. Первые впечатления России. Ну, это было очень длинное путешествие, чтобы приехать сюда. Я живу в Союзной Кореи, так что я провел 8 часов в Новосибирске, которое было очень холодно. Но это было хорошо смотреться, потому что Россия, различные части России, выглядят очень разные. Я не понимал, как большой страной Россия, так что я не знал, что это было очень долго, чтобы приехать из Союзной Кореи. Но я получил прекрасный вечер в хотеле сегодняшний вечер, где я попробовал много странного русского еды, но все было очень хорошо. Давайте пересадим. У меня нужно помнить. Хорошо, спасибо. Хорошо, давайте поговорим о вашем сфере. Как я слышал или заметил на вашем сфере, ты делал некоторое время в Лиге Легендове в Корее. Почему ты пошел из LoL в СС и почему это произошло? Когда я впервые приехал в СС, это было в Лиге Легендове. Это была хорошая возможность, но чем я живу там, тем более интересен я стал в Старкрафт, потому что это было так, как я узнала о эспортах 8 лет назад. Поэтому я еще был очень интересен. Даже когда я делал Лиге Легендове, я смотрел много Старкрафт. И потом появилась возможность, чтобы я пересадить в 2016 про Лиге. И после того, как я делал хорошую работу, они просили мне пересадить больше Старкрафта. Давайте ждем. Значит, приехал в Корею именно для того, чтобы работать с комментатором профессионального Лола. Но сейчас такие в чате, такие Лола, Лола, Лола в комментариях не любят. Они любят Лигу Легендове. А, окей. Это, например, самый любопытный дисциплин в нашей стране. Я думаю так. Значит, приехал комментировать Лол, но ему очень понравился Старкрафт как игра. И даже когда он работал комментатором по Лолу, когда работал на трансляциях в студии, он работал на Спот ТВ, я точно помню, еще на каком-то канале. Вот. И он играл, интересовался Старкрафтом, следил за Старкрафтом, смотрел Старкрафт. И в какой-то момент, если я правильно помню, Артоси со Стейслесом нужно было куда-то уехать, ему предложили поработать на трансляции про Лиги 2016, про Лиги, про Лиги сезон 2016 года. И, таким образом, это был его первый эфир профессиональный в ТВ-команде по Старкрафту. И, ну, с тех пор он стал стараться в сторону Старкрафта уходить больше, потому что игра ему ближе. То есть даже Лол для него был как работа, но Старкрафт ему был ближе как игра, и вот он воспользовался возможностью, и у него все получилось. Так что, следующая вопрос будет как Вы не так известны, и как люди не знают как Артоси со Стейслесом, так что они более известны, они проведут более турниры, чем вы, и наши зрители не очень знакомы с тобой, так что, как я скажу, я забыл много слов по-английски, простите. Я забыл много слов по-английски, которые работают. Вы любите примеры, как они делают свой стиль или вы пытаетесь развивать свою 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 по-английски. Я спросил о том, что, когда он начинал работать комментатором в Старкрафте, конечно же, были более известны Артосис и Тейслес, которых у нас все знают в Корее, они являются основными комментаторами всех турнирах, и он работает на замене всегда, когда их нет, или когда они болеют. И вот как ему было начинать карьеру, имея таких серьезных впереди перед собой ребят, старался ли он как-то у них что-то копировать, учиться у них, или он старался развиваться по-своим. Я думаю, что все может быть много от Артосис и Тейслеса. И, конечно, когда я впервые переехал в Северную Корею, они были очень приятны для меня. Я очень много от них о том, как broadcast StarCraft, но их стиль работает очень хорошо, когда у нас два человека, которые знают друг друга очень хорошо за время. И, для меня, я не имею в виду такого, потому что я не живу в Северной Кореи очень долго. Поэтому я пытаюсь развивать свой стиль чтобы быть один-другой версией двух-другой команды. Но очень удобно, когда у тебя есть человек, которого ты много знаешь в жизни, давно знаешь в жизни. Это Артосис и Тейслес, они друзья уже больше, по-моему, пятнадцати лет, если я правильно помню. У него такого друга нет. Грустно прозвучало, но что есть, то есть. И он старался работать и комментировать в соло так, чтобы это чувствовалось и слушалось, как будто это комбинация двух других людей, которые друг друга хорошо знают и выдают вместе такой развлекательный, веселый контент. Следующая вопрос будет... Ты только эксклюзивно Старкрафт-кастер, да? Нет. Нет? Что еще ты кастер? Я начинал кастинг Лига Легендов, а потом Старкрафт 2 и Старкрафт 1 и сейчас я также кастинг Герои Сторма и PUBG Ну, кастинг Пубга... Ну, про Лол, про Старкрафты мы уже разобрались, кастинг Пубга и... герои Сторма... Это мне... Герои Сторма? Герои Сторма. Герои Сторма, я знаю, я же так сказал. Вот. И вот это меня удивило. И вот это меня удивило. Это популярно в Корее, Heroes of the Storm? Даже 10-й и 10-й популярный в Корее еще очень популярный и я думаю, что он имеет очень большую интернациональную фанбэйс. И так, потому что корейцы так хороши в этом, люди в Корее и интернационально очень уважают героев Сторма. тоже набирает прослойку зрителей, которым эта дисциплина интересна. Итак, если вы должны выбрать одну дисциплину, э-спортную дисциплину для кастинг, что вы выберете? Я думаю... Если вы должны. Это тяжелая вопрос. Конечно, я здесь кастинг Старкрафт 1 после путешествия 20 часов по всему миру в городе, в городе, в городе, в городе. Я думаю, это ответит вопрос. Старкрафт 1 был первый э-спорт, который я никогда не знал. И это имеет очень особое место в моем сердце. Я бы выбирал это. Он рассказал очень тёплых слов про первую Старкрафт, что приехал черти куда с людьми, о которых не знает ничего кастить именно эту игру. Это была первая его киберспортивная игра, поэтому он, конечно же, ответит первую Старкрафт. Итак, что для тебя лично лучше? Кастить официальные турниры в больших студиях, в больших сценариях, как ты обычно делаешь в Кариже для профессиональных турниров? Или ты любишь атмосферу как мы делаем Для тебя лично, не потому что денег, просто лично? Все есть и я люблю разные вещи по каждому. Но я думаю, что я не не я не я не а не не а но я очень люблю такие события потому что я могу говорить лично и я могу видеть что это очень интересно люди которые очень хороши и это очень интересно оборудование я поэтому спросил этот вопрос потому что Рапид известен в мире в первую очередь не как официальный такой комментатор он именно такой мемастный чувак который сам считает себя зрителем парнем из толпы игроком который прорвался за кулисы к микрофону и его пустили комментировать ему больше нравятся вот такие вещи как мы здесь сделали чем работать в студиях официально потому что он может себе здесь больше во-первых позволить во-вторых потому что здесь вокруг атмосфера такая что игроки даже корейцы которых мы считаем и называем роботами они настоящие люди они веселые улыбаются грустят и так далее там какие-то интервью еще снимали но там видно что Шарп прям вообще улыбчивый парень вот и это действительно раскрывает их скажем так с новой стороны вот how long time you have here in russia when is your flight back so i leave on the 12th so tomorrow tomorrow will you have time to attend something in moscow yes so i'm leaving tomorrow night so i think we are going to go see the kremlin and red square yeah ну наверное тут все понятно кремль и красная площадь у них есть время завтра днем посмотреть нефанда говорит посоветуем купить матрешку ok that was the next question what russian words do you know i ask everyone ok what russian words do you know you can swear if you like ok PUBG is known for swearing in russian so i know let's see i know привет давай матрошка i know борщ нефанда я не уверен что нефанда борщ вода what else do i know i know let's see i know ушанка i don't know i think most of what i know about russia is like about e-sports but not not the words so much so russians have a pretty bad stereotype of behavior in e-sports environment so for example in dota russians are the most toxic and hated community in like the world so there is such stereotype in some other games but not in starcraft starcraft community of russians are like because they're older i think so seeing these people here many visitors they are surprised to see that we're not like this we don't drink every day we don't swear every every day so and so your first impression your first impression was you said positive and did you had a chance to talk with many people russian people russian people i've gotten a chance to meet a lot of russian people the first russian person i met here was a fan who gave me some like russian chocolate and a mug that says i love russia on it so my impression has been very good besides just the russian starcraft community i think starcraft 1 community is very very well mannered very nice to be around so we're old i guess that's why it's older so we're much older than dota players lol players it's much more mature you can check there so like two rows of pc's like school boys and girls playing dota and bearded guys yeah playing starcraft короче сказал что первый человек который встретил был его персональным фанатом подарил ему кружку i love russia mug right и какую-то шоколадку российскую и он очень рад что наше комьюнити по starcraft она сплоченная ну наверное он правильно скажет и я тоже правильно скажет и чтобы более взрослые чем другие комьюнити и ну в принципе я так мне интересно было вам просто знать какие-то вопросы чтобы услышали что есть такой комментатор помимо и других которых вы знаете что он очень веселый у него есть свой канал он туда много стримит и ну наверное you can say something to russian fans if you like like some your channel i sure i try to stream on my channel on twitch which is twitch.tv slash rapid casting and i think my twitter account which i also use is twitter.com slash rapid casting and maybe someone will help me set up a vk but i don't know попросил вконтакте настроить я посмотрю сколько это стоит у меня в услугах может быть я им это организую вот we're really glad to have you here thank you for coming i hope if we invite invite you one more time you will also come and thank you for the interview and let's proceed with this shit okay thank you thank you very much